Всем здравствуйте! Вы на канале Менталама, и сегодня у нас огромная распаковка посылочки из Америки. Она весит килограмма 4, и я сама тащила ее с почты, потому что Александр был занят. В ней находятся 8 базовых кукол Monster High, которые вышли в этом году. Давайте раскроем посылку и посмотрим на нее поближе. Поехали! Итак, здесь у меня располагается коробка с куклами, они все, слава богу, на месте. Я уже замечаю многие косячки, которые присутствуют в куклах. Не очень приятно, конечно, но все-таки давайте уже посмотрим скорее и разберемся, что с ними не так на первый взгляд. Наверху, если вам видно, самыми первыми лежат лагуны Blue. Итак, так странно видеть коробку, которой не 10 лет, не 8 лет, а новая коробочка, которую сделали в этом, в прошлом году. Очень приятное впечатление, конечно, но то, что неприятно... По коробке валяется туфля лагуны, которая, не знаю, каким образом отпала, я вам покажу поближе. Это странно, я впервые такое вижу у кукол, чтобы туфля открепилась от ноги. Это как нужно было упаковать, чтобы она так смогла открепиться? В общем, я в шоке, конечно. Но на первый взгляд лагуна ровная, такая, как должна быть в этой печати. Но, честно, печать мне это не особо нравится. Но комплект, конечно, очень радует. Та самая первая лагуна. И, в отличие от многих скептиков, мне нравятся новые коробки. Они очень похожи на старые. Конечно, самые первые коробки Мотел не повторил, но сделал их максимально приближенными. Ставлю лайк. Так, куда бы ее поставить? Я бы хотела ее сюда ставить, но... Не важно, не буду ставить вниз. Вторая лагуна, у которой ничего вроде как не отпало, не отвалилось. Ее я, скорее всего, оставлю в коробке, а это уйдет на распаковку. Хотя они обе ровные, но эту лагуну менее жалко распаковывать, потому что у нее упадок туфли. Эта коробка также идеальная, очень много разных бликов. Но подробнее, конечно, я вам расскажу в обзоре распаковки на лагуну, собственно. Так что ожидайте, смотрим дальше. На втором месте располагается Дракулаура, и здесь у нее огромные проблемы, потому что рванье, рванина. Сверху коробка достаточно рваная, даже блистер отвалился сверху. Очень неприятная ситуация, Мотел. То есть, вы понимаете, мне изначально такую положили в коробку, видимо, партия с таким браком была, и решили, что менталами доставится вот такая рваная девочка. Ну, ничего страшного. Теперь я знаю, кого буду распаковывать, потому что Дракулауру я также хочу распаковать, чтобы снять обзорчик, и, конечно, поставить ее себе в коллекцию. Ой, офигеть, так в живую все по-другому смотрится. Ой, ну, потрясная Дракулаура, честно. Мне кажется, она самая удачная из всех новых ребутных базовых. Новая рисовка ей к лицу. Ай да! Шутка. Вторая Дракулаура, слава богу, в хорошей коробочке. Это останется в ней навечно. Супер рада, что получилось взять дубли, потому что я очень люблю коробочки, вы об этом знаете. И, к моему счастью, у меня будут куклы в коробочках и некоторые распакованные. Так, дальше у нас тут кладинка. У нее, у первой, которую я достала, все с коробкой хорошо. Она такая, ой, знаете, материал будто бы матовый на ощупь. Возможно, мне это кажется, но по моим первым ощущениям, эта сторона точно матовая. Короче, материал это какой-то новый картон, довольно приятный. Сразу вторую кладинку достану. Да, хорошо, что вторая коробка тоже идеальная, но одну из них все-таки я распакую, потому что очень хочется. И, честно, мне нужны аксы от кладин, чтобы их перенести для своей базовой кладин второго выпуска. Так что одна из кукол потеряет свои первоначальные модные штучки. Кстати, вот на лицо, я даже не знаю, они вроде бы не отличаются, но расположение головы у левой более направленное вбок. Ну, это, собственно, ни на что не влияет, поэтому не важно. Ну и теперь Фрэнки. Фрэнки, которую многие халили, многим она не понравилась в этом выпуске. И я была одна из тех, кому Фрэнки не зашла, потому что мне не очень понравилось то, что брови у нее слишком высоки. И она показалась мне несуразной. Но моя знакомая, которая получила этих кукол чуть раньше меня, она мне скинула фотографии Фрэнки. И я очень удивилась, что на реальных фотографиях Фрэнки оказалась красивее, красивее, чем на промках. Давайте в этом убедимся, либо разочаруемся. Застаю Фрэнку. Итак, сначала я посмотрю. Ну, не знаю. Возможно, под таким светом углом я ничего особо не понимаю, но... Все равно, думаю, я при своем мнении останусь пока что, что Фрэнки не самая удачная в перевыпуске. Но аксессуары, опять же-таки, на высшем уровне, как были в самые первые наши выпуски базовых наши. И, слава богу, у нее коробочка тоже идеальная. Очень приятно. Так, смотрим вторую Фрэнку. Собственно, слава богу, тоже ничего не отпало. И как-то на лицо отличаются. Как будто у нее щечки более пухлее, чем у первой. Ой, ну, конечно, очень здорово все это видеть вживую. Сейчас очень много коробочек стоит. И, кстати, одна из Фрэнок отправится на конкурс для моего Бусти. Если вы хотите поучаствовать в розыгрыше, то подписывайтесь на мой Бусти-канал. Я сделаю новый уровень подписки, чтобы вы смогли участвовать именно в конкурсе на эту Фрэнки. Так что, кому интересно, кто хочет, можете попытать свою удачу. Обе Фрэнки ровны. Я думаю, очень хороший приз. Я специально заказывала эту Фрэнки. Хотя, я бы, конечно, хотела всех распаковать, четверых. Но, возможно, в будущем куплю себе еще один дубль, чтобы его распаковать. Ну, как карты лягут. Собственно, очень приятно всем этим удивлена. Так, сейчас, секундочку, может, я поставлю на фон коробочки, если вам будет видно, я не знаю. Я не вижу, я опять снимаю на... Вы добились? Ребекка упала. Так вот, я опять не вижу себя, потому что у нас событие. Да. Так, нет, там сейчас все торы попадают. Короче, вот, две в кадре, пускай будут. Более подробные обзоры, конечно же, будут в отдельных видео с распаковками данных монстряшечек. Так что, ожидайте на канале. Я очень рада этого прибытия. Коробка была, правда, очень тяжелой. Но это того стоило. И, кстати, они приехали довольно-таки быстро, недели за три. Очень приятно удивляют. Также я заказала драку, если вы об этом не знаете, то, скорее всего, они подписаны на мой телеграм-канал. И стоило бы это исправить. Ну-ка жмякайте на лагуну и подписывайтесь на мой телеграм-канал, собственно, чтобы все новости вы знали самые первые. Ну шо ж, спасибо всем за просмотр. Надеюсь, было интересно вживую посмотреть на этих кукол. Ну, более-менее вживую. А я сейчас просто в восторге. Ну что, желаю вам приятных летних каникул, приятных дней. Смотрите Бесика, меня, Монстр Хай. И всем удачных покупочек, монстряшечек. До новых собеносных встреч и шикарных лагуночек Блю без отваливающихся туфлей. Пока.